Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл наших передач, посвященных магистрским программам Казанского Федерального Университета, самым интересным магистрским программам Казанского Федерального Университета. И сегодня у нас в гостях представители Химического института имени Бутлера в АКФУ, это Марат Ахмеджин Зиганшин, директор этого института, доктор химических наук, и его заместитель по научной деятельности Чеснокова Ирина Александровна. Здравствуйте! 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 Я еще раз скажу, почему мне так заинтересовала тема магистрских программ в нашем университете. По очень такой интересной, философской, даже отчасти причине. Магистрские программы – это, на мой взгляд, акт творчества, акт творчества самих институтов, в отличие от базового курса, который представлен на уровне бакалавров, более жесткого. Магистрские программы – это всегда акт творчества, акт то, что институты делают сами, то, что вырастает из них, из их видения, из их ситуации на их поле, соответственно, потенциала научного, образовательного, из ситуации на рынке, что востребовано, и из возможностей студентов, что им интересно. И в симбиозе это, получается, магистрские программы. Самые интересные магистрские программы живут долго, насыщенно, и вот о этих таких программах мы сегодня и поговорим. Марат Ахметович, сколько у вас магистрских программ? У нас в институте реализуются два направления. Это направление 040401 – химия, и направление 440401 – педагогическое образование. То есть два направления магистрских программ. Но внутри направления химия у нас достаточно большое количество профилей. Это профили связаны с различными компетенциями, как вы и сказали, наших сотрудников. Это и аналитическая химия, и хемоинформатика, медицинская химия, это физико-химические методы исследования, это медицинская химия и так далее. Какие бы программы, которые у вас на слуху, которые вам постоянно информация от них приходит, которые вам самим интересны. Я так понимаю, у вас там десятки программ, получается, да? То есть на все у нас просто времени не хватит. Давайте расскажем о том, что вы считаете самым интересным. Если исходить из вашей гипотезы о том, что в симбиоз, в который вкладывается для создания магистрских программ, есть еще и интерес обучающихся, и исходим мы из интереса обучающихся, то у нас есть востребованные магистрские программы. Ну, например, это хемоинформатика. Это магистрская программа, реализующаяся на стыке двух наук. Это IT-технологии и химия. Это работа с большими базами данных, это программирование, это поиск путей синтеза какой-то целевой молекулы с известными свойствами. Надо отметить, что это одна из пяти всего лишь магистрских программ хемоинформатики, которые существуют в мире. А в Российской Федерации это единственная программа магистрская хемоинформатика, которая прошла еще и международную аккредитацию. То вот это направление достаточно популярно у нас. У нас к ней туда приходят люди, которые хотят научиться программировать, которые хотят реализовать свои либо навыки программиста в области химии, то есть получить компетенции в области химии, либо химики, которые хотят научиться программировать, получить компетенции в области IT-технологий. Нужно ответить, что вторая ваша гипотеза — это востребованность рынка в этом симбиозе. Она тоже хорошо проявляется. У нас выпускники магистратуры по хемоинформатике очень востребованы. Более того, сейчас, в настоящее время, многие из них уезжают за рубеж. Это, с одной стороны, и приятно для нас, что компетенция им позволяет конкурировать на международном рынке труда. Но, с другой стороны, немножко обидно, потому что специалисты очень хорошего класса, качества, которые мы хотели бы оставить у себя в качестве кадров, в исполнении кадров, они, к сожалению, уезжают. Это одно направление. Второе направление, конечно же, связано с промышленностью. У нас есть в рамках укрупненной магистратуры направление «Профиль нефтехимия катализ». Это то направление, где люди, магистры, обучающиеся, приходят не просто в какую-то группу научно-исследовательскую, они приходят в ту группу, где производится конкретный синтез конкретного катализатора с продажи его производства. То есть у нас есть опытное промышленное производство, и те, кто приходят в эту магистратуру, они могут получить навыки и окунуться прямо в эту специфику промышленности, производственных мощностей, где эти катализаторы синтезируются. Интерес не только соотечественников, интерес к этому направлению есть и у иностранных магистрантов. Ну и еще одно, может быть, направление, это новое для нас, это направление медицинская химия. Оно входит в укропненный профиль органический элемент органической медицинской химии, где магистранты вовлекаются не просто в какую-то научную деятельность, целью которой является получение диплома, магистровскую диссертацию написать. Они синтезируют конкретные молекулы, которые имеют потенциал вывода на рынок в качестве лекарственного препарата. Они проходят практику в ноцфармацевтике, у нас есть хорошее отношение с Штрельным Юрием Григорьевичем. Они могут проходить практику по синтезу лекарственных препаратов в ТАТ, в химфарм препараты. Да, у нас есть тоже отношение с ним, достаточно дружеские с этой компанией. Это вот еще одно направление, которое, в принципе, достаточно востребовано и со стороны обучающихся, и со стороны работодателей, которые уже видят наших выпускников и готовы их принять сразу же на работу, поскольку те компетенции, которые люди получают, у нас их достаточно для того, чтобы сразу же после окончания магистратуры приступить к работе. А вот у меня такой вопрос. Есть ли в этом списке магистрских программ, большинство из которых мы озвучивать даже не будем, поскольку у нас не хватит времени на передачу, такие программы, которые есть только в Казанском университете, которые в России больше получить образование, углубленное образование по этой линии, ну, негде? Ну, то, что я вот сказал, хемоинформатика, это первое, да, она единственная в России, просто потому что она одна. Есть бакалавриат по хемоинформатике, магистратуры нет. То есть ни в Москве, ни в Питере? Нет. То есть, а вам есть, что студенты, которые учились, например, в московских, питерских химических вузах приезжают к вам, чтобы продолжить обучение на это направление? Вот насчет московских вузов, наверное, нет, но из других городов, других городов активно приезжают именно на хемоинформатику. В том числе и иностранные студенты туда тоже активно приезжают. Да, очень много иностранцев туда приезжают. Это страны СНГ, это у нас есть, по-моему, из Китая, да? Из Китая, да, там учатся тоже. То есть, такие. И второй момент. Я бы акцентировал внимание на то, что за последние, там, скажем, лет так 8, ну, 6-8 лет произошло коренной смена оборудования в химическом институте. Вложены очень большие средства, и химический институт в настоящее время может похвастаться большим количеством суперсовременного оборудования. Магистрант, который поступает к нам, имеет доступ к оборудованию, ну, стоимостью, там, несколько десятков миллионов рублей, да? Конечно, не всякое учебное заведение, не всякий институт может похвастаться. Я приведу просто в пример одну лабораторию. Это лаборатория сферы быстрой калориметрии, в которой есть приборы, способные нагреть со скоростью 1 миллион градусов за секунду. Таких приборов в России, ну, можно перечитать по пальцам. А доступ в рамках магистровской программы есть только у нас. Это инновационный материал и метод их исследования, либо это укрупненная программа, либо более детальная программа, более частная программа, это физико-химические методы исследования. Вот. То есть магистрант, приходящий к нам, может научиться работать на таких приборах, которых просто в мире, ну, десяток, может быть. Ирина Александровна, у меня к вам вопрос. Вот. Вы отвечаете за административную часть, в том числе магистрских программ, я правильно понимаю? То есть через вас это проходит? Это не совсем так. У нас в основном возглавляют заведующих кафедрами, и администрирование, соответственно, проходит через заведующих кафедрами или руководителей магистрских программ. А ваши функции какие? Тут больше сопровождающие функции. Вот в качестве сопровождающей функции такой вопрос, опять же, подковыркой, да? Какие магистрские программы вы со своими компетенциями, со своими обязанностями, вы считаете себя в институте проблемными? Вот что у вас постоянно как сигнал, ну, то есть, может, оборудования не хватает, может, жалобы какие-то, вот какая программа у вас проблемная? Вы сами называете для себя. Ну, всегда есть такое. У нас нет таких. Хорошо. Хорошо. Вот не даете вы развернуться моему журналистскому нутру, который требует найти что-нибудь. У нас, потому что, да, везде есть и оборудование, и достаточно квалифицированные специалисты, то есть преподаватель. Я, может, пять копеек своих ставлю. У нас есть соглашение между разными кафедрами, это вот кафедра аналитической химии, кафедра физической химии и кафедра неорганической химии об укропнении. Потому что, ну, по-всякому был набор, было время, когда не набиралось нужное количество людей, скажем, на кафедру неорганической химии, да, по их направлению. Поэтому мы укрупнили, и в итоге у нас получилась как бы укропненная магическая программа, куда вошли несколько различных. И чем, как мы вот на практике почувствовали, чем это хорошо. Магистрант, который приходит вот в эту укропненную программу, он имеет возможность выбрать в вариативной части то направление, которое ему нравится. То есть он сам как бы строит свой трек образовательный в этих укропненных программах. В тех программах, которые, ну, условно говоря, аналитической химии, да, там четко все прописано, да, какие надо посмотреть лекции, послушать семинары, практические занятия. Теперь эта программа вошла в укропненную, инновационный материал, методы их исследования. И магистрант сам смотрит, а интересно ли ему потом работать, скажем, в Министерстве экологии. Нет, ему не интересно. Он хочет работать, скажем, в Нижнекамской нефтехимию. Да, и он тогда уже... Что ему надо? Ему нужно каталис нефтехимию. Он отказывается от части аналитической химии, отказывается от части неорганической химии, выбирает нефтехимию каталис. Таким образом он сам строит свой трек образовательный. Вот это мы почувствовали, вот это как раз достоинство укропненных программ. А вот по отдельности, вот то, что недостатки, да, там, ну, были такие моменты, когда не добиралось нужное количество людей на эти программы. То есть это как... Я понимаю. Но это проблема на самом деле не только Казанский федеральный университет. Нет, я понимаю. Это проблема всех вузов в Российской Федерации. И даже не только в Российской Федерации. Более того, там бывает ситуация уже по опыту общения, когда в один год программа просаживается. Да. Через год она вдруг переизбыток, да, и такое дыхание постоянное. Марат Ахмедович, вы когда... Перед вашими глазами лежит список программ, магических программ в вашем институте возглавляем. Да, когда вы смотрите на него уже с высоты положения, статуса, научных заслуг. У вас бывает такое? Вот на эту программу я бы сам пошел. Да, бывает. Иногда, когда общаешься, например, с специалистами в области IT-технологий, ну, такое вот немножко червячок сомнения внутри сидит, что ты не все понимаешь. Уже не все охватываешь, о чем они говорят. Ну, я бы, например, с удовольствием обучился языку программирования какому-нибудь, к тому же Python, например. Который бесплатно дается в руках этой программы. Да, который бесплатно. Научился бы работать с базой данных, потому что, например, в той области, где я являюсь специалистом, это область термодинамики и химической кинетики, там, в принципе, достаточно большой объем данных, которые нужно уметь систематизировать. Мы, конечно, все это делаем по старинке, да, запоминаем просто. И потом, используя мощность своего мозга, пытаемся найти какие-то корреляции. А вот неплохо было бы, конечно, я так считаю, иметь инструментарий, IT-инструментарий, но у меня нет компетенции для этого, чтобы я сам мог это сделать. Поэтому я бы с удовольствием вот это бы выучил сейчас, даже сейчас. Ирина Александровна, а вы бы какую магическую программу в родном институте прослушали бы? В том числе, мне тоже интересно была медицинская химия в данном направлении, потому что тут уже больше курсы такого характера, как биохимия, которых, к сожалению, когда я училась, не было таких курсов. В том числе, это синтез, естественно, лекарственных веществ, потому что сама я заканчивала как раз аналитическую химию, и мне как аналитику очень интересно, да, то есть не только анализ этих веществ, но и как они синтезируются, как они получаются, как можно получить вещества с определенными характеристиками, которые в дальнейшем, соответственно, будут использоваться как лекарства и, соответственно, бороться с болезнями. А вот есть такое мнение, что магистрские программы живут, я его слышал, где-то 2-3 года, потом они нуждаются, или они уходят, появляются новые, ну, понятно, на этой базе часто, или они очень сильно модифицируются. Вот по вашему опыту, это соответствует действительности? И расскажите о программах-старожилах, которые вот уже неизменно, много лет, и те, которые действительно часто так вот модифицируются. Ну, в данном случае у нас, конечно, программы-старожилы, это те самые фундаментальные химии, это органическая химия, аналитическая химия, и вот как раз-таки они у нас укропнились, как уже Марат Ахметович сказал, да, и влились в одну укропню. Ну, то есть там, точнее, у нас две магистрские программы укропненные, это инновационные методы исследования материалов и, соответственно, органическая медицинская химия, как раз, которая решает тот самый вопрос. Ну, вот, если, например, для других институтов, особенно гуманитарных институтов, вот, срок жизни 2-3 года, это магистрская программа, это норма, считается, да, если она живет дольше, уже, ну, для таких, скажем так, естественных, классических, научных направлений, как химия, срок жизни 2-3 года программы, это норм, или это все-таки относится к гуманитариям? Это, мне кажется, больше относится к гуманитариям, да. То есть у вас они долгоживущие? Да, они долгоживущие, да, достаточно. Все, понял. Такой вопрос еще. Опять же, по опыту общения со своими коллегами, с директорами институтов, с руководителем программ, я понял, что существует два типа программ магистрских. Первый тип – это нацеленный на рынок, то есть где готовят специалистов, туда часто приходят люди с других институтов уже в возрасте, там, с бизнесом своим, чтобы получить какие-то новые компетенции. И второй тип программы – это когда существует внутри научный коллектив, который разрабатывает темы определенные, и ему нужны свои помощники. Нужны те, кто будут продолжать их дело, нужны помощники, и то, что потом перерастает в школы научные, на самом деле. Вот какие магистрские программы у вас относятся к числу первых, то есть работающих на рынок, и какие магистрские программы у вас относятся ко второму типу, который работает на научную школу самого института? Ну, я бы так четкую границу, конечно, не установил. Там нет четкой границы. Да, там они достаточно очень так гибко перекликаются, вливаются. У нас приезжали, по моему опыту, приезжали обучаться в магистратуру заведующей лабораториями. Он человек работает, она работает, естественно, но ей, чтобы подняться дальше по карьерной лестнице, необходим был диплом магистранта. Вот она приезжала, она мучилась, женщина. У нас программы, ориентированные на конкретный рынок, ну, наверное, это программы, в первую очередь, связанные с компетенциями в области работы с приборами, с оборудованием. Потому что, ну, понятно, что заводская лаборатория, приобретенные приборы, их не будет 2-3 года менять. Они приобретены, и лет 15-20 прибор должен отработать. И туда приходят люди, они поработали, не понравилось, ушли. Приходят новые люди, но не умеют работать на приборах. Им необходимы эти компетенции. Либо уже выпускник бакалавриата уже знает, что он бы хотел на этом производстве работать. Он, может, как-то познакомился, узнал. Ему сказали, что тебе необходимо освоить вот такие-то методы. Ты будешь, например, на хроматографе работать. Да, это вот у нас экспертная какая-нибудь лаборатория, там, криминалистическая. Надо освоить хроматограф. Ну, что ему делать? Он может, конечно, на краткосрочные курсы пойти. Но, по себе позволяет время, он придет к нам на 2-годичные курсы, магистровские программы, и освоит не только хроматограф, освоит еще и к аспектоскопию, электрохимические методы анализа, термические методы анализа. И придя туда в лабораторию, он уже начнет конкурировать за рабочее место. То есть вот это они понимают. Это то, что нацелено на рынок. Но если говорить о воспроизводстве кадров, это, наверное, те направления более новые. Это вот связанность с медициной, медицинской химией, это хемоинформатика, это молодые еще наши магистратские программы. И здесь просто еще недостаточно специалистов. Вот у нас, условно говоря, работает в институте 4 специалиста в области хемоинформатики. Но это мало для полноценной группы. Потому что сегодня он работает, завтра он уехал в Англию, вот как у нас сейчас произойдет с одним нашим специалистом. Его туда переманили. И опять получается какое-то пространство незаполненное. Вот эти магистратские программы в первую очередь, конечно, нацелены на то, чтобы наработать тех выпускников, которые могут подключиться к решению конкретных задач в медицинской химии, в хемоинформатике, прикладных задач, фундаментальных задач. Я бы так определил. Но и все равно, и даже здесь четкой границы нет. То есть все достаточно так припятено. Я понимаю, что четкой границы нет. Но в данном случае я тенденциями рассматриваю этот момент. Мы поговорили о тех программах, которые есть. Обозначили вот три, которые, на ваш взгляд, сейчас самые интересные. А вот расскажите о программах, которых вы мечтаете увидеть в своем институте. Да, действительно, есть такое. Я, вступив в эту должность, я достаточно активно начал общаться с различными представителями промышленных предприятий. И все они говорили о небольшом недостатке наших выпускников. Это малые компетенции в области химических технологий. То есть они бы хотели увидеть, чтобы наши очень умные, очень талантливые люди с большими знаниями имели еще компетенции в области химических технологий. Вот сейчас мы приняли решение, есть у нас единомышленники, и мы будем разрабатывать и в том числе магистровскую программу, связанную с химтехом, химической технологией. Чтобы выпускники нашего института получили реальное представление о том, как все это на заводе делается, на производстве. Чтобы они, придя туда, не пугались этих приборов, понимали технологические схемы, обвязки реакторов. Имели представление, что будет, если нажмешь на эту кнопочку. Вот это вот наша мечта, чтобы у нас такая магическая программа открылась. Я думаю, она будет востребована на самом деле. То есть, чтобы не в пробирках реакции, а на... Да, да, а что будет вот как клави, да, объемы там, скажем, ну, 10 кубов, что там будет происходить, как это все происходит. Вот смотрите, давайте вот эти три магические программы поподробнее разберем. Это медицинская химия, хемоинформатика и связанная с катализационными процессами. Разработанных катализаций. Он расходит в инновационные материалы и методы исследования. Я назову... Хорошо. Вот давайте... И вот смотрите, ситуация. Молодой человек, студент, окончивший университет в вашем институте или в другом институте по специализации химия, по общему образованию, базовым бакалавр, заканчивает обучение и приходит к родителям. Мама, папа, вы знаете, я хочу продолжить обучение. И вот в Казанском университете, в институте химии, в химическом институте имени Бутлерова, есть такая магическая программа медицинская химия. Или там хемоинформатика, да. Напрягитесь. Мне нужно еще два года пройти там обучение. Я вот вижу такой путь, да. Что бы вы сказали, как бы успокоили этих родителей? Потому что, конечно, им же хотелось, возможно, им бы хотелось, чтобы сынок быстрее или дочь оперились, встали на крыло, да, зарабатывали, в том числе помогали им. Вот что бы вы сказали, как бы успокоили таких родителей? Ну, если бы я с ними разговаривал, первое, что бы я сделал, я пригласил бы родителей на экскурсию по химическому институту, чтобы они посмотрели те лаборатории, где планируют обучаться, работать их сын, дочь, их ребенок. Дальше я бы пригласил руководителей магистратуры по тому направлению, в котором он хочет. Ну, например, там, нефтехимия каталис. Руководителя пригласил бы профессора Александра Дорфича Ламберова. И попросил ему сказать, какие возможности у магистранта есть, чтобы это не от меня шло, а прямо от конкретного человека, который этой магистратурой занимается. И он бы им показал и рассказал, что магистранты, которые попадают к ним в лабораторию, они включаются в разработку и получение катализаторов. Это мы только одно говорим, каталитическое направление. При этом они вовлекаются в выполнение проектов. Это могут быть крупные проекты в виде хоззаговоров, это могут быть какие-то проекты по постановлению 218, Александр Владимирович, есть опыт такой работы. Это могут быть проекты по РНФ. Таким образом, магистрант обучающийся, он уже вовлекается в научную работу с оплатой. Он будет получать зарплату. То есть каким-то образом на два года у него вдруг появилось рабочее место. И он начинает работать, зарабатывает деньги. А после окончания магистратуры, если он действительно имеет золотые руки, горящие глаза, он вполне может остаться в этом коллективе и дальше работать. То есть он себе за два года сформирует рабочее место. Если не получилось здесь, он получит достаточной компетенции, которая позволит ему устроиться в заводах нефтехимической, нефтерерабатывающей промышленности Республики Тарстан, либо Российской Федерации. Их очень много. И такие люди будут востребованы. Что касается хемоинформатики, мы просто переведем статистику по тому количеству людей, которые после окончания устраиваются в очень крупные компании, российские, зарубежные. Зарплату я не буду называть. Назовите средний такой человек. Ну, примерно хотя бы ориентируйся. Мы для родителей. Ну, это с двумя нулями, так скажем. Ежемесячная зарплата у этих людей. Поэтому здесь тоже проблем, я думаю, не будет. Помимо того, что он может хорошо устроиться после окончания магистратуры, он уже в магистратуре может зарабатывать деньги. Это вот особенность нашей магистратуры, химической институты. То есть большинство коллективов, научных коллективов, имеют какие-то гранты, имеют какие-то участки, какие-то программы. Да, устраивают студентов. Мы даже студентов устраиваем. У нас студенты даже работают, зарабатывают деньги. То есть даже уже будучи бакалаврами, они тоже могут быть там трудоустроены и продолжать уже работать в магистратуре. Да, им понравилось. Они перешли в магистратуру, продолжают работать. На какие производства, на какие направления устраиваются выпускники? Ну, давайте вот этих трех программ. На какие предприятия? Биокарт, это очень крутая компания, занимающаяся медицинскими разработками. Там у нас работают выпускники хемоинформатики, ТАТ-хим препараты. Министерство экологии, природных ресурсов. Тальше у нас пошли Роспотребнадзор, там в том числе трудоустраиваются. Химград, можно сказать? Нет, Химград не говорили. Химград устраивается. Оргсинтез, Казань Оргсинтез, Нижнекамс нефтехим, у нас есть коллеги, Фосфорос, работают там у нас люди. То есть, в принципе, достаточно большой набор предприятий, куда могут устраиваться. К нам приезжали на стажировку из полимерного завода, я сейчас не вспомню точно название, и там оказалась наша выпускница. То есть, она закончила химический институт, туда устроилась, но они купили новое оборудование, и компетенции хватило, она приехала не в рамках магистрской программы, а просто получить дополнительную квалификацию. К нам на приборы приехали, вот мы удивились, что познакомились. Наша выпускница, кстати говоря, работает... Ой-ой-ой, завод приезжал у нас, встреча была с Нуэлей Гумеровной. Эликон. Причем она там замдиректора по персоналу. Вот, наш выпускница. Так. Когда проходишь мимо института химии, дворца с колоннами, можно ли там встретить толпящихся у входа представителей предприятий, рекрутерских агентств, которые гоняют за вашими выпускниками? Ну, наверное, нет, потому что все-таки сейчас мир цифровой, им достаточно с нами переписываться либо через электронную почту, либо через WhatsApp, либо иными способами, но... Ну, запросы к нам постоянно приходят по e-mail, они пишут, что нуждаются в наших сотрудниках, и именно университета, как у... Это приходит и на адрес деканата, и на мой адрес приходит. У меня есть мои сокурсники, которые сейчас занимают какие-то там руководящие должности в предприятиях, либо сами являются владельцами предприятий. Они тоже присылают запросы, я перенаправляю, у нас отработана система информирования студентов-выпускников, это через соцсети, это в виде объявлений в деканате, это через кураторов групп, через старост, то есть студенты информируются о тех возможностях, которые они там могут. Ну, вот я приведу статистику, тоже интересовался, как вступив в должность директора, как же у нас трудоустраиваются студенты. Но могу сказать, что магистры, магистранты, окончившие магистратуру, примерно 50% это уходит на промышленные предприятия. У специалистов повыше, где-то порядка 80%, по-моему, процентов это связано с промышленностью. То есть 50% других магистр... Наших магистрантов примерно 50%, это статистика за 2021 год, ну, там тоже варьируется 35%, 40%, 50%, больше, примерно столько уходит на промышленные предприятия. А вторая половина магистров остается в науке? Нет, разделяется, разделяется. Часть уходит работать, работать, надо не учиться в институты Российской академии наук, Татарской академии наук. Часть остается в аспирантуре, часть остается на работу у нас в Казанской федеральной университете, в нашем институте, то есть продолжает работать. А часть, ну, примерно там, мы посмотрели, 10-15% за рубеж уезжает. Уезжает за рубеж. Ну, это большой процент на самом деле. Да. То есть такая перспектива уехать за рубеж у вас тоже открыта, да? Ну, если говорить про ранние времена, то у нас, в принципе, были распространены стажировки. Даже в манистературе они ездили за рубеж, стажировались. Общепринятая практика была. Сейчас немножко, кстати, посложнее, но уезжают все равно. Все равно уезжают за рубеж. То есть вы чувствуете востребованность ваших магистров, ваших выпускников и за пределами, да, в нашей родине? Да, конечно, конечно. К нам, более того, к нам приезжают, ну, из Российской Федерации, из разных городов приезжают. Вот у нас выпустился из Волгограда, да, мальчик. Но он остался у нас работать. Вот как раз в области, связанной с нефтью, он себе создал, словно говоря, рабочее место за время учебы в магистратуре. И все, он сейчас остался работать после окончания магистратуры. Вопрос не совсем связан с магистратурой, но с событиями вокруг института имени Бутерова. Почти два года назад к нам сюда пришел Сибур. Оргсинтез, Неречкафский Техим, это все сейчас стали компанией Сибур, да. А вы почувствовали, почувствовали изменение вот поля интереса к вам, востребованности в связи с появлением подобной крупной организации? Да, это очень крупная организация. Мы, ну... Они приезжали даже к нам, да, то есть мы показывали нашу лабораторию, то есть провели экскурсию для представителей Сибура, они проявили интерес, в частности, выпускникам к нашим, тогда и, ну, естественно... Вот я скажу маленький факт, я сегодня только что согласовал договор на 3 миллиона рублей, это хоз договор как раз по производству катализаторов. Это от Сибура. То есть это их заказ, точнее, не производство, там называется изучение катализаторов в наших автоклавах, как раз в лаборатории по нефтехимикатализу. То есть интерес есть. Достаточно большой интерес, я бы... Не только от Сибура, есть интерес от Татнефти, есть интерес от Газпром, нефть приезжала представительница к нам, мы достаточно долго общались. Запросы на разработку, на выпускников, это все есть, конечно. Вот смотрите, с весны этого года мы живем в несколько другой реальности, да? В этой реальности страна оказалась отчасти отрезана, во многом отрезана от многих технологий, которые мы называли передовыми, да? И в связи с этим, вот вы почувствовали повышение интереса к отечественным разработкам, представленным в том числе в вашем институте? Безусловно. То есть как это проявилось в цифрах, в ощущениях, в деньгах? Ну, если говорить прямо про деньги, мы статистику пока не ввели, еще не очень много времени прошло, мы пока к концу года поймем, как это проявилось. Но вот то, что интерес к нашим разработкам, это да, это проявилось в огромном количестве совещаний, в виде конференц-связей, живых встреч с представителями компаний, которые говорят, что им надо конкретно вот такие-то вещества, давайте вы разработаете технологию, мы поможем, ну, технологии потом, может быть, себе возьмем, либо вы будете у себя на базе института это делать. Да, такое есть. У нас, более того, я скажу, вот Игорь Сергеевич Антипин, он принимал участие в разработке технологий получения суперконструкционного полимера, полифенилсунфида, это совместно с коллегами из других организаций, где там производят приборы, делают технологические схемы, и, ну, по сути дела, это, можно сказать, первое в России производство такого полимера, которым раньше занималась только Европа, Япония, ну, США делалось, теперь в России есть. И, в принципе, мы не остановимся на достигнутом, мы будем двигаться дальше, мы видим те вехи, те, как говорится, путеводные звезды, которые нам подсказывают, что вот это сейчас надо развивать, сейчас есть хороший вариант для этого, и, в принципе, вот сейчас, я не открою большой секрет, проводим консультации, проводим переговоры с различными компаниями, активно договоримся с Донофлексом, компания достаточно крупная, которая заинтересована в тех технологиях, в тех наработках, которые есть у наших коллег, у наших сотрудников. Надеюсь, что это сотрудничество выльется уже в какое-то крупно-тоннажное производство, это было бы очень неплохо. То есть вы почувствовали, что к вам, в общем-то, пошло движение? Да, да, со стороны бизнеса, да, конечно, безусловно. А такой момент, вот когда мы говорим о магических программах и то, что они ближе к реальности, ближе к экономике, ближе к реальности, вот это нашло уже отражение, вот это вот движение от реальности, от промышленности, от экономики в сторону высшего образования, в сторону науки, нашло отражение в магических программах в какой форме? В том, что вы вдруг увидели, что вот промышленность интересуется катализаторами, да, например, и вдруг число студентов в сторону магических программ, связанных с разработкой катализаторов, увеличивается. Или там увеличивается, ну вот вы сказали, какие-то полимеры там разрабатываются, новые материалы, и вдруг количество студентов, то, что пошло двигаться, ну, условно говоря, студенты начинают понимать, что, например, какие-то вещи, которые раньше, как построили траекторию, уедут за границу, да, сейчас с этим сложнее. Например, ага, как реализовываться в России, здесь, ага, вот это интерес, вот у промышленности там интерес. Есть ощущение, вот уже сейчас идет набор магистров, по большому счету, есть ощущение, что какие-то программы начинают расширяться интерес студентов с этой стороны? или еще рано? Еще рано, там они до 8 августа будут подаводить. Да, только-только началось, поэтому, ну, я не готов сейчас ответить на этот вопрос. То есть, такой тенденции пока понятен? Ну, честно говоря, пока она не очень понятна, да, надо немножко подождать еще. Мы надеемся, надеемся, что люди понимают, что им дальнейшую жизнь, судьбу надо связываться с Российской Федерацией, со своей Родиной, и я думаю, те компетенции, которые они могут здесь получить, должны для них быть привлекательными. Вот время нашей программы подходит потихонечку к концу, и у меня есть традиционный вопрос, который я задаю практически всем присущим в этой студии. Зачастую так, я не знаю вашего мира, в котором вы живете, ну, вот я только краешком на нем касаюсь, и вполне возможно, у вас была есть тема, которую вам интересно было сказать, но я в качестве вопроса ее не задал. Если вы сами себе задаете вопрос и ответите в студии, это будет тоже прекрасно. Если есть такой вопрос, есть такая тема? Можно я скажу тоже? Вот буквально на днях пришел документ, в котором очень интересно цифры приводились. В республике Татарстан трудится 64 тысячи работников-педагогов. Из них 13 тысяч — это воспитатели, ну, по сути дела, там дошкольное учреждение. И республика испытывает дефицит в преподавателях физики, русского языка, математики, химии. И у нас в том числе есть магистрские программы, которые готовят педагогов. Это педобразование. Два направления. Одна магистрская программа, это профиль, входит в направлении химии, и там у нас получается больше ориентированная на... Методику преподавания. Методику преподавания в школе, да. Как преподавать химию так, чтобы завлечь, увлечь детей, чтобы они поняли, что химия — это несложно. Потому что многие говорят, о, химия — это все, это не мое. А это же от педагога зависит. Я же вспоминаю своего педагога. Она же привела мне любовь к химии. Да, у нас взорвались колбочки в химической лаборатории, в школьной. Но у нас был интерес к этому. Наверное, через это химию должно, через педагогов. И второе направление педагогического образования — это у нас психолого... Психолого-педагогическое направление. Да, ориентированное. Да, уже такое-то больше. И вот выпускники магистратуры почти 90% из них, учась в магистратуре, уже преподают в школах. То есть это очень востребованные профессии на самом деле. Кого-то, может быть, пугают работы с детьми. Но работа педагога — это очень сложная работа. Это понятно. Но мы хотели бы, чтобы на эти направления тоже к нам приходили люди, потому что сейчас им рабочие места практически на 100% будут обеспечены. В Республике Татарстан, в Российской Федерации, необходимы, нужны учителя. Это очень такая сложная, тонкая тема. Хороший учитель — это тоже очень штучный продукт, который выпускается. Но мы надеемся, что наши преподаватели вот именно в этих магистратурах они готовят очень хороших специалистов. А вот раз вы коснулись и это правильная, очень интересная тема педагогического образования в Институте химии имени Бутлерова, востребованность сейчас этих магистрских программ, насколько интерес вы чувствуете к ним? Ну, если говорить, вот буквально года 3-4 назад, когда... У нас это надо отметить, что это новая программа. Одна программа у нас абсолютно новая, совершенно новая для нас. То есть мы первый раз будем набирать в этом году, поэтому по ней тоже сложно сказать. А вот вторая, она, соответственно, перешла нам от Института психологии для образования. И? Там у нас большой интерес, как оказалось, иностранцы, иностранные бюджетные в очень большом количестве. Они готовы с нами провести, точнее, организовать совместную образовательную программу. То есть именно интересы... Очень большое предложение от среднеазиатских республик. Да, Узбекистан, Казахстан. Они хотят с нами именно в этом направлении делать совместные образовательные программы. То есть, видимо, у них тоже есть проблема с учителями. Но я думаю, это везде такая проблема. И они видят, что у нас очень хороший потенциал, который мы можем дать ребятам. То есть это сейчас филиальная сеть, в которой университет начинает образовываться. Да, мы тоже участвуем. Мы тоже попадаем, участвуем. Пытаемся в свой тоже участок отнести, да. Да, попасть туда. Ну что ж, дорогие друзья, время нашей программы подходит к концу. Я еще раз представлю наших гостей. Это директор Химического института имени Бутлера Марат Ахметович Зиганшин. И его заместитель по научной деятельности Челнокова Ирина Александровна. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова